Мой друг Мишка работает психиатром в областной больнице. Как у любого психиатра, у него есть интересные пациенты и случаи из практики. Их не так много, как кажется, но попадаются прямо персонажи из кунсткамеры. И все же они не такие уж и забавные. Люди не от хорошей жизни лишаются рассудка и уж точно не по своей воле. Например, он рассказывал о женщине. Встретишь ее на улице, не поймешь, что что-то не так. Идет себе с коляской, улыбается. Иногда посюсюкает малыша, покачает его на ручках. А подойдешь ближе, а это не ребенок вовсе, а кукла в тряпье. Тронулась рассудком на почве трагической гибели дочери. После излечения женщина стала несчастнее. Выглядеть стало хуже, чем до. Вот и думай после этого, а что лучше, жить в иллюзии или жить в реальности? В семь вечера, как по расписанию, в мою холостяцкую берлогу завалился Миха. Брынча бутылками в пакете. Нехитрый стол для домашних посиделок уже был накрыт. Все как обычно. Рфобла, бутерброды, пивко. Задам тебе вопрос, задумчиво протянул. Ты знаешь о теории многомировой интерпретации? Многомировой... чего? Спросил я. Это одна из множества теорий квантовой физики. Она говорит о том, что, возможно, существует бесконечное множество миров, похожих на наш. Отличия могут быть как и вовсе незначительными. Например, в одном из миров ты поел на ужин сосиски, а в другом рыбу. Так и глобальные настолько, что не только наш мир может быть другой, но и вся Вселенная. Закончил объяснять Миша. Так и знал, ты свихнешься на своей работе. Не зря есть такой анекдот. Псих в больнице, кто первый надел халат, тот и психиатр. Да ну тебя! Пытаешься просветить невежду, а тот еще и психом тебя называет. Как бы то ни было, именно с этого вопроса начал один мой пациент, о котором я тебе хочу рассказать. Да я знаю об этой теории, но я хотел бы поговорить о том, ради чего вы, собственно, пришли. Спросил я у молодого, прилично одетого парня, пришедшего ко мне на прием. Бегло пробежался глазами я по его медицинской карте. 25 лет на учете психдиспансере, ранее не состоял в возрасте 19 лет, произошла травматическая ампутация мизинца правой руки на производстве. Дальше были стандартные ОРВИ и гриппы. Понимаете, есть два варианта событий, которые со мной происходят. Эта теория верна, за исключением того, что эти миры на самом деле пересекаются, либо что я сошел с ума и мне нужна ваша помощь. Говорил мне спокойно, не проявляя признаков тревоги или страха пациент. Стало понятно, его подход ко мне был тщательно обдуман. Давайте вы мне расскажете обо всем, что вас тревожит или беспокоит. А я после этого постараюсь подумать, как и чем вам помочь, честно. Говоря, он был последним пациентом в этот день, так что я хотел побыстрее закончить, пойти уже домой. Начну с тех моментов, когда это началось, но я еще ничего не замечал или не придавал этому значения. Как вам будет удобно? Чем больше я знаю, тем лучше. Моя надежда уйти пораньше мгновенно погасла. Придется выслушать. Все, такова уж моя работа. Это началось три года назад. Однажды я вышел из дома и заметил, что-то не так. Такое чувство бывает, когда приезжаешь в знакомую квартиру, а там убрались, переставили что-то. Ты даже точно не можешь сказать, что именно изменили, но чувство не пропадает. Когда я начал анализировать тот момент спустя два года, вспомнил, что во дворе дома всегда рос дуб. Дуб могучий, с толстыми ветками и мощными корнями. Я еще вспомнил, как в детстве собирал желуди под ним, а сейчас там росла лиственница. Такая же большая, внешне похожая, но деревья-то разные. Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает существование мирка, чем в правду, которая его разрушит. Так же поступил и я, убедив себя, что никакого дуба не было. Там всегда росла лиственница, вспоминая все моменты. Потом я понимаю, каким глупцом был, постоянно убеждая себя не замечать истины, не веря своим глазам и воспоминаниям. Я все ближе подходил к катастрофе. После этого было много таких моментов. Многие были незначительны, я их даже не помню. Но расскажу о нескольких запомнившихся. Как-то раз, идя с другом, вспомнил о жвачке Таркл, которую мы с ним часто покупали за рубль в ларьке. Внутри были еще переводные татуировки. Друг удивился и сказал, что они назывались Малабар. Причем я был уверен, что он просто прикалывается надо мной. Я дома загуглил, верно, Малабар. Потом был знакомый с рок-концерта, который не узнал меня и все удивлялся, откуда у меня его номер телефона и имя. Такие события с каждым разом происходили чаще, а изменения сильнее. Я не мог постоянно их оправдывать забывчивостью или изменчивостью памяти. И все же старался долго не думать об этом. Я берег свой маленький мирок до последнего. Даже когда весь был в заплатках и трещал по швам. Последнее событие не было неожиданным. Скорее наоборот, оно было предсказуемым. Если бы я не был таким упертым ослом. Когда я пришел домой, меня застала непривычная тишина и темнота. Не было ни вечных диалогов героев, сериала из телевизора, ни шкворчания и булькания готовящихся блюд с кухни. Ни, что самое главное, приветствия моей любимой жены Светы. Если она ушла гулять с подругами, то обязательно оставила бы записку, отправила смс или просто позвонила. Позвонить ей сразу мне не дало понимания, что дома все не так. Не было стенки, которая ей нравилась, что я ее сразу купил. Вместо нее стоял мой старый комод. Более того, не было вообще ничего из вещей или того, что мы покупали вместе. Из шокового состояния меня вывел телефонный звонок. «Ты куда ушел с работы?» По голосу я узнал своего начальника с прошлой работы, откуда я ушел пару лет назад и устроился на другую по рекомендации тести. «Я уже давно уволился, вы о чем?» – не удовольствовал я. «Ты там головой не ударился, на сегодня прощаю, на следующий раз на самом деле уволен будешь». Все произошедшее просто не укладывалось в голове. Я не помню, сколько прошло времени, прежде чем я смог успокоиться. Моя голова начала работать. В первую очередь я позвонил на свою работу знакомым друзьям Свети. На работе обо мне не знали. Друзья и знакомые не знали, что я женился. Хотя все ведь, все они, я помню, присутствовали на моей свадьбе. А Света, она меня просто не узнала, сделала вид, что не знает. Ее понимание того, что я о ней знаю, ее сильно напугало. После этого ее телефонный номер оказался недоступен. Когда я успокоился, то начал анализировать происходившее со мной ранее. И мне пришли в голову две идеи. Либо я сошел с ума, что наиболее вероятно, либо я каким-то образом путешествую между мирами, незаметно переходя из одного в другой. А эти миры мало чем отличаются. Просто в одном был дуб, в другом лиственница, в одном была жвачка, паркл, в другом малобар. И наконец-то в одном из них я опоздал на автобус, закрывший двери перед моим носом, и познакомился на остановке со Советой. А в другом мире я, наверное, успел на этот проклятый автобус и проводил ее взглядом. Я бы мог снова найти ее, начал встречаться, снова жениться на ней. Но какой в этом смысл, если я сумасшедший, или же я путешественник между мирами? И вот что я тебе скажу по моей практике. Я много слышал печальных историй, видел матерей, убивавших детей, и считавших их демонами во время обострений. И после этого безутешно рыдавших. Многое повидал пациентов. Но о таком пациенте впервые слышал. На первый взгляд он сам это придумал. А эти другие воспоминания, это просто попытка сбежать от одинокой, унылой действительности. Но многое ведь не сходилось. Предположим, телефоны и имена он узнал каким-то образом. Но тогда, почему он так много знает о своей жене, если она с ним не знакома. Мутная история. Я посоветовал ему побольше общаться с друзьями, узнать не было ли у него травмирующих воспоминаний. Откуда он мог узнать столько о свете? Быть может он знаком с ее мужем, родственником, узнал о ней все, заставил себя поверить, что она его жена. Я пожал ему руку и попрощался. А больше на прием он не приходил. Его талон так и висел незакрытым. Так что я позвонил на оставленный номер телефона. Он, узнав, кто я и по какому поводу звоню, сильно удивился. Как он начал утверждать, ни к какому психиатру он не ходил, ни о какой жене он не знает и думает, что его разыграют друзья. Но я уговорил его прийти на прием. Когда он пришел и протянул мне руку, я вспомнил одну маленькую деталь, укрывшуюся от меня тогда. У него не было пальца, как и было написано на его карте. Но в тот первый прием, увлеченный рассказом пациента, я не придал значения тому, что все пальцы были целые. И так после этого рассказа Миша замолчал, и мы пили пиво долгое время в тишине. Мы думали об одном. Есть ли миры помимо нашего? Есть ли они есть? Какие? Какие решения мы принимаем там? А помнишь, как я сорвался с ветки и сломал с себя ногу, а ты тащил меня на горбу добрых два километра. Представляешь, мои родители не помнят об этом, решил сбавить напряжение я. Может, коллективная амнезия? Да нет, не было такого, не помню, удивился Миша. Мы тревожно посмотрели друг на друга, но ничего не сказали. Никто из нас не хотел разрушать свои мирки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...